Это прочитали. Что мы им поклоняемся? Смотри, а почему Ади Ибн Хатим так сказал, что мы не поклоняемся им? Пророк же не сказал, не прочитал же аят, что вы взяли их себе, объектные поклонения. Он же прочитал ему, какой аят вы взяли с господами, это говорит о том, что Адин Ахатин, что понял из этого аята? Господами, то есть тому, кому вы поклоняетесь. А как вы им поклоняетесь? Тем, что вы берете, как называется, считаете разрешенным то, что они разрешили, даже если это запрещено в религии. То есть это и есть то, что вы считаете, обожествляете их и ставите их наравне со Всевышним Аллахом, так как вы делаете их объектом, который узаконит вам что-то и запрещает вам что-то помимо Аллаха. И поэтому Адин Ахатин, услышав слова Аллаха, то, что вы взяли этих монахов и ученых себе господами, сказал, мы же не поклоняемся им, так? И он понял смысл господства в этом аяте, как смысл, что поклонение. Это то, что должен понять каждый, кто знает арабский язык. Понятно ли? Как это известно, он сказал, неужели эти ученые не делают вам разрешенным то, что запретил вам Аллах, и вы начинаете считать это разрешенным? Неужели они не запрещают вам то, что разрешил Аллах, и вы начинаете считать это запрещенным? Да, действительно, так и есть. Это и есть ваше поклонение им. Ясно ли нет? Это и есть ваше поклонение им. Здесь у себя можете отметить, что этот хадис, относительно достойности его есть разногласия. Приводят его имам от термилии, так? Этот хадис приводят имам от термилии, и другие тоже, просто из известных термилий. Этот хадис также пришел не от пророка, но, со слов Сазейса ибн Альяма. Со слов Сазейса ибн Альямана, Маукуфан, то есть, от него, а не от пророка, салаллах алейсалям. Но, его иснад прерванный, этот иснад тоже является прерванным. Почему? Потому что его передает Абуль Бухтари, Абуль Бухтари, от кого Афазейса ибн Альямана. Я Абуль Бухтари ничего не слышал от Сазейса, поэтому этот иснад является прерванным. Ясно или нет? Что касается Шейха Албании, то он называет этот хадис хорошим. Суэр таххэхэна, сунана в термилии. Отсюда, говорит, мы понимаем, что господство, когда приходит в Коране слово Господь, или господами, так, или господство, то имеется в виду, говорит, что в некоторых местах имеется в виду под этим словом поклонение, право на поклонение. Абуль Бухтари, иногда оно несет, то есть, имеется в виду поклонение, потому что господство несет за собой право поклонения. Абуль Бухтари, иногда само по себе слово Господство означает поклонение. А некоторые из наших ученых сказали, что слово поклонение и слово Господство входит под то правило, под то правило, которое выражено в книгах. А звучит оно так. Так, из-за штамат тафаррахат, если эти два слова собираются, то их смыслы расходятся. Вот из-за штамат тафаррахат, а если они упоминаются по отдельности, то их смыслы собираются. Угаза вадиган, и это действительно правильно. Что это означает? То, что если приходит в контексте слово Господь, так, слово Господь, одно только, без упоминания слова, или божество, приходит слово Господь, то оно включает в себя смысл как Господь, так и что Божество. Также если приходит слово Божество отдельно в контекст, без слова Господь, так, просто слово Иля, приходит, Божество в контекст, то оно включает в себя как Господь, так и Божество. А если приходит и Господь, и Божество одновременно в одном контексте, тогда что? Тогда имеется в виду, каждый свой смысл несет. Господь несет смысл того, кто творит, кормит, поет, а Божество несет смысл того, кто имеет право на поклонение. Как Ислам, Иман и тому подобное. Как, например, в суре какой? Или наоборот. Сказал, я предъявляю за помощью кому? Господу людей. Потом через Айад сказал, кому? Божеству людей. Отсюда понимается, что Господь несет уже здесь свой смысл, а Божество несет здесь уже свой смысл. А если приходит только одно слово? Например, я предъявляю за помощью Господу расцвета. Имеется в виду под словом Господь. Как Господь, так и Тот, Который обладает правом на обожествление и на поклонение. Ясно или нет? Поэтому, исходя из этого, мы берем из этого правила, то, что если в контекстах приходит только слово Господь, оно также означает объект поклонения. Понятно или нет? Поэтому, также в этом хадисе, где пришло, что в могиле зададут тебе вопрос, кто твой Господь, имеется в виду, кто твой объект поклонения, и кому ты поклонялся в этой жизни. Поэтому, шейх здесь сказал, Спасибо. Спасибо.